Дорогие друзья, в нашей студии здесь сегодня и сейчас Александр Михайлович Герчик. Да, добрый день. Здравствуйте, Александр Михайлович, ну вот наконец-то мы все время общались с вами где-то через пространство и время, вот наконец-то вы в студии. С какими новостями вы сегодня к нам приехали? Ну Иван попросил, чтобы я в этот раз участвовал вживую, потому что обычно это происходит через компьютеры, люди не всегда могут будем так почувствовать энергетику и я уверен, что тебе иногда тоже хочется задать какие-то вопросы, ты не всегда можешь задавать их, потому что люди присылают огромное количество вопросов. Ну вот я слушал несколько сегодняшних выступлений, конечно все здорово там с научной точки зрения, там и Саша выступал, и Витя выступал, другие ребята выступали, это конечно все здорово, но к сожалению есть огромная проблема, это то что 95 процентов людей до этого светлого дня, когда они садятся и начинают торговать, они просто не доживают или когда они уже садятся торговать, они не доживают до каких-то определенных моментов. Поэтому я думаю, что сегодня мы как раз немножко изменим тему нашего сегодняшнего эфира и поговорим о тех вещах, которые более важны, чем экономика, чем процентная ставка, чем например какие-то сектора, биофармацевтика или еще что-то. Это все здорово, когда ты стабильный человек. До тех пор, пока ты не стабилен, я думаю, что это все абсолютно бесполезно и очень часто люди приобретают знания, они думают, что если вот они приобрели вот этот вот огромный пакет знаний в виде информации, они думают, что они будут становиться лучше. А таких, к сожалению, нет. Изобилие информации, например, которое пестрит интернет или которое даем мы, оно, к сожалению, не пропорционально абсолютно тем заработкам, которые люди планируют зарабатывать, неважно на каком рынке они торгуют. Это рынок Форекс, криптовалюта Америка и для российских рынков. Поэтому я думаю, что сегодня, наверное, гораздо интереснее будет просто поговорить, что нужно делать, кем нужно быть, как нужно быть готовым для того, чтобы состояться в трейдинге, нежели разговаривать о каких-то более там глубоких вещах, формациях или еще что-то. Ну вот, например, у меня есть телеграм-канал, я потом позже покажу. В телеграм-канале были даны несколько рекомендаций. Был дан Фискер три недели назад по 13 долларов, он сегодня 17,5 и была дана акция Акад, тоже биофармацевтическая, которая была одна по 22 доллара, она сегодня 25,5. Фискер дал почти 40 процентов и Акад там дал приблизительно 15 процентов. Но люди должны понимать, что даже зная то, что там я дал рекомендацию, я дал цену и все остальное, человек должен иметь возможность сам зайти в эту рекомендацию. Вот это и есть один из самых важных моментов, которым людям нужно учиться. Это дожить до вот этого светлого дня, до которого доживает очень маленькая. А чем секрет? Да секретов здесь нету, нужно просто, чтобы твои руки делали, например, то, что говорит тебе твоя голова. Я тебе расскажу несколько примеров. Когда я пришел в трейдинг индустрию, ну первое, можете себе представить, я прихожу в фирму. Какое вообще ментальное давление и морально на тебя оказывают то, что люди, которые вокруг тебя, в сто раз умнее тебя. Пускай академически, но все равно. Наш предыдущий, мой предыдущий босс, он брал на работу людей только с идеальными академическими знаниями. Например, минимум 4.0 – это красный диплом, MIT – один из самых сильных технических вузов Америки, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет, Чикагский университет, Ахайя, то есть это Тотом, Берклэй, Калифорнийский университет, Пенсильвания, Пент-стейт. Это одни из самых сильных вообще университетов, которые существуют по Америке. То есть это действительно Корнелл. Это университеты, которых, просто чтобы ты понимал, 100 человек на место. То есть там Acceptance Rate от 1 до 4%. То есть там каждый сотый или каждый двадцать пятый принимается. То есть там люди, просто конкуренция нездоровая. И можешь себе представить, вот он просто считал одну вещь, в теории он очень правильно считал, потому что он по сути по тем временам построил самую сильную трейдинговую компанию, которую он мог построить. Он тогда говорил одну вещь, что если люди академически учатся очень хорошо, то эти люди, скорее всего, будут совсем по-другому работать. И в некоторых случаях это действительно была правильная разнарядка. Потому что бывали такие ситуации, что человек очень сильно академически умен, однако, когда он начинал торговать, естественно, выплывали какие-то определенные фобии. Так вот, он набирал самых лучших людей, которые никогда не имели никакого отношения к трейдингу. Естественно, это не было, будем говорить так, ничего умного, потому что первый эксперимент, который сделал в таком роде, был Ричард Деннис. Это был один из трейдеров, чикагских трейдеров в 83-84 году. И это 85-86 год. Он дал объявление в газету, что требуются люди без знания рынка ценных бумаг. Сейчас рынок ценных бумаг знает все. И сейчас, например, в определенных законодательствах хотят разрешить, чтобы дети инвестировали. Вот 12 лет. Я не считаю, что это абсолютно нормально или адекватно, потому что, я сравниваю там по своему ребенку, в 12 лет рассказать ему про инвестиции, это как приблизительно вот сейчас Безос сказал, что он 20 июля полетит в космос сегодня. Он сказал, что это его мечта с 5 лет. Это здорово, что в 5 лет, это как в Советском Союзе, все мечтали космонавтами быть. Безос тоже сказал, что он там 20 июля со своим братом Марком полетят в космос. В общем, представляешь, ты приходишь в фирму. Тогда в фирме, когда я пришел, было где-то порядка, по-моему, 37 или 40 человек. И практически все никто ничего не знает. Книжек тогда не было. Так вот, возвращаясь к Ричард Деннису в 86 году, что он сделал? К нему приходили люди различного формата. И люди, кто в покер играл, и экономисты, и все остальное. Он давал определенный тест, самый простенький. И после этого люди приходили, он давал им стратегию. Стратегия тогда была основана на пересечении двух скользящих. Очень простая стратегия. Просадка допускалась до 35 процентов. И торговали они только товарные, сырьевые рынки, фьючерсы. И за несколько лет вот эта группа ребят заработала порядка 200 миллионов долларов. Ему и себе. И ты знаешь, самый интересный момент, через несколько лет пошел разлад в команде. А причина этому была предельно проста. То, что, в принципе, происходит всегда с людьми. Они сказали, а зачем так делать, давайте будем пытаться усовершенствовать. На что Ричард Деннис сказал, он сказал, ребят, в трейдинге, чтобы состояться, трейдерам быть, нужны две вещи. Это работоспособность и адекватность. Коих есть очень малого количества людей. Ну, когда его спросили, что такое работоспособность, это он сказал так, что нужно энергию направлять в правильное русло. Вот это и есть работоспособность. Знаешь, какие есть хороший еврейский анекдот? Работоспособность – это не значит работать 24 часа лопаты. Это способность работать головой. И второе – адекватность – это правильность восприятия информации, которую тебе дают. В том числе, естественно, и критика. Потому что критику вообще, на самом деле, выдерживает очень маленькое количество людей. В общем, наш БОС, будем говорить так, попытался. Притом, в принципе, с 90-х годов, когда появился общедоступный интернет. Общедоступный не имеется в виду домохозяйки, а имеется в виду корпоративный интернет. Многие стали уже использовать. Там компания, в которой я после стал одним из партнеров, она была с 91-го года. Компания «Хофф Брадос». И задача была предельно проста – это по-простому человеку дать энную сумму денег, очень маленькую, и смотреть, как он развивается. Ну вот, например, в «Герч Кинко» мы реализовали программу «Риск Менеджер». И с чего вообще это началось? Когда мы пришли, наш БОС, его папа был губернатором Нью-Йоркской фондовой биржи. Самое интересное и парадоксальное, что наш БОС никакого отношения вообще к трейдингу не имел. Он был преподавателем английского языка и литературы, закончив очень хороший университет, с шикарным знанием английского языка, именно английского языка. Не то, что, как говорят американцы, вот этот сленг приблизительно где-то от 400 до 500 слов стандартный, поэтому на английском не так тяжело разговаривать. Вот он был преподавателем, специалист был преподаватель языка и литературы, но была у него, наверное, какая-то жилка от своего папы, и вот он открыл тогда такую ферму. Мы сидели в таком маленьком помещении, и наш БОС когда-то нам сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что я никогда не смогу контролировать, сколько вы будете зарабатывать, но я всегда смогу контролировать, сколько вы потеряете. То есть, по-простому, с первого дня, можете себе представить, это 98-й год, когда люди не знали 90 процентов, что такое интернет, у нас стояла специальная риск-менеджер программы, просто элементарная, что если вдруг ты достигал определенного стоп-лосса в какой-то момент, то, по сути дела, тебя система выключала, и ты больше не мог торговать. Я, как сейчас помню, когда я уже, в принципе, уже состоявшимся трейдером был, и у нас был риск-менеджер, такой морской пехотинец, вот с такими кувалдами, Al Guido. И я помню, как сейчас, у меня риск на день был, по-моему, тогда уже где-то 5000 долларов, я был номер один в компании трейдер, и я подбегаю к Аллу, говорю, слушай, я потерял 5000, открой мне там еще на 300 долларов, ну, естественно, отыграться хочется, да, и он мне подходит и говорит, слушай, я ничего вообще о тренинге не понимаю, я не понимаю, вот я знаю одно вещь, вот у тебя стоит такая цифра, пожалуйста, будь любезен, вот с этой цифрой работать. Ну, вот это был переломный момент, я понял одну вещь, что бывают дни, когда тебя поломало, когда ты потерял деньги, ты должен встать и уйти, все. Если ты не можешь встать и уйти, тебе делать нечего. И мне очень повезло, что с первого дня я торговал с риск-менеджером, то есть я конкретно знал, что если я потерял иную сумму денег, у меня просто элементарно закрывается день, а если я зарабатывал иную сумму денег за неделю, то мне вот эта сумма денег добавлялась, я мог на нее, на эту сумму торговать. Вот именно благодаря этому, в принципе, я и смог там очень маленькая сумма с 400 долларов заработать миллион. В общем, ситуация складывалась дальше абсолютно нормально, но дальше я стал замечать, мне просто было всегда интересно, как устроен психологический фактор большинства людей. И самое интересное оказалось то, что большинство людей, это была вот как раз эта толпа, масса, все приблизительно, у всех приблизительно были одинаковые фобии, у всех. Это была жадность, притом не забывая, очень многие ребята были с очень хороших школ, очень многие были с очень обеспеченных семей и у них, по сути дела, была возможность, чтобы у них не сложилось тренинги. У меня такой возможности по-простому не было, это был один шанс, который на самом деле у меня был, мне больше шансов не было. И когда я уже пришел в фирму, я понял одну вещь, что либо я контролирую полностью процесс, либо меня там не будет. Почему? Потому что хозяин сказал, что второго шанса элементарно просто не будет. Категорично. Категорично. Там ты просто потерял свои деньги, там денег у меня тогда больше не было, ты потерял свои деньги и все, свободен. Никаких обид. Ну чисто американская поговорка, ничего персонального, сугубо бизнес. Все, ты потерял свои деньги, больше никаких проблем нет. До свидания. Хочешь еще зайти, переноси еще раз. У вас были такие ребята, кто доносил, у которых тогда уже там они работали, были там десять тысяч, двадцать пять тысяч долларов, там кто как работает. Но я понял одну вещь, что практически у всех трейдинг стал оголять проблемы. И практически у всех проблемы были абсолютно стандартного характера. Это жадность, это отыграться, это то, что люди не брали прибыль. Например, у нас была ситуация, у нас был израильтянин, звали его Эзра. Он сидел прямо недалеко от меня. И один раз, как я сейчас помню, нам запрещали торговать компании, связанные с интернет, потому что это было очень волатильное. Мы торговали только Америку, вернее только Найс и только внутри дня. И в общем Эзра сидит в один день, я как сейчас помню, ловит какую-то акцию, а тогда волатильность была довольно-таки высокая, делает в моменте на ней 70 тысяч долларов, уходит домой минус 13 тысяч. Как так? Ну вот так элементарно. Я уверен, что если нас сейчас смотрят зрители, поставьте, пожалуйста, плюсики, даже это плюсик не поставишь. Поставьте минусы, кто так делает. Такое огромное количество людей. Хотя в свое время Уоррен Баффетт сказал феноменальную фразу, что еще никто не обеднев, беря прибыль. Это феноменальная фраза. То есть я забираю с рынка то, что дает рынок. Потому что если ты не будешь забирать, рынок давать не будет. То есть у всех привычка такая, что вот он дальше пойдет. Я всегда себе говорил одну вещь, а вдруг нет. То есть когда человек понимает, что трейдинг это работа, вот не что иное, а работа, вот тогда у него есть шанс. Если трейдер пришел поиграться, то все, что сегодня ребята рассказывали, да, это абсолютно безразличное и бесполезное занятие. И вот так вот потихонечку истреблялось огромное количество людей. Потом у меня был друг очень близкий. Дружили мы еще с Одессой, Слава. И у него была точно такая ситуация. То есть он мог сидеть, например, делая там 50 тысяч долларов, и у тебя домой минус 25. То есть это даже не то, что жадность, а это, наверное, бессистемность. Мы, наверное, вот с моим бывшим партнером, Сергеем, наверное, были первые, кто, по сути дела, стал системно торговать. То есть ящик за то, чтобы пускай была система, пускай плохая, но система. Это то, что, по сути дела, можно подкрутить. Это та проблема, которая присутствует у огромного количества людей. То есть у них есть проблема, а системы у них нет. А что такое система? Система – это элементарный набор правил. Кто-то это называет алгоритмом, но алгоритм – это свод правил. Это свод правил определенный, а система – это доработанный алгоритм. То есть ты сначала берешь алгоритм, делаешь как-то, альхоризм придумал, насколько я помню, это, по-моему, то ли 5-й, то ли 6-й век был придуман, там, известный математик, альхоризм придумал как раз само понятие. Слово алгоритм – это последовательность действия. А после того, как ты делаешь алгоритм, examine что-то первичное. И потом после этого ты начинаешь превращать его в систему. То есть у тебя начинает вырабатываться определенная система. Ты начинаешь понимать – пробои не работают, работают отбои от уровня, отбои не работают, работают ложные пробои. Тут я буду использовать отбой от уровня, тут я буду использовать большие бары. И это уже превращается в что-то системное. Потому что сначала идет алгоритм, потому что ты не можешь создать систему изначально, моментально, даже с определенным набором знаний. После того, как у тебя есть система, после того, как ты уже сделал какой-то хиленький алгоритм, ты можешь его экстраполировать в систему. И систему ты уже начинаешь подкручивать. Почему нужно и необходимо подкручивать систему? Дело в том, что рынок до такой степени переменчивый, рынок может меняться три раза в месяц, пять раз в месяц. То есть все зависит от волатильности. Бывает раз вот такая вот волатильность и все, и тебя порвало, если ты не в той стороне. Стопы, естественно, увеличатся. Давайте расскажите элементарный пример. Опять же, у нас в Pro-канале даются, например, сигналы по крипте. Так? Последние приблизительно где-то недели две, там между 10-2 недели крипта стоит в жестком рендже. Просто вот биткоин стоял 37 до 34, там 38-34, 4000 было. Это довольно-таки широкий рендж, но волатильность внутри этого ренджа очень плохая. То есть она очень резкая, не к чему привязаться. Мы продолжаем давать сигналы, потому что мы, естественно, не знаем, когда биток стрельнет. То есть я три недели приблизительно назад делал обзор по биткоину и сказал, что биткоин будет падать. Там, во-первых, Elon Musk стал выходить. Во-вторых, когда выходит огромное количество новостей и инструмент не идет, в сторону хороших новостей, ты понимаешь, что его кто-то пытается убить. Ты задаешь себе вопрос, почему вышло пять хороших новостей? Рэй Далио вышел, сказал, что он с удовольствием бы покупал криптоактивы там, eBay. Вышел, сказал, что будет спокойно конвертировать. Выходит, одна с другой хорошие новости, а инструмент абсолютно не реагирует. Это значит, что сидит какой-то большой крупный игрок, который начинает его продавлять. Я вышел и записываю ребятам Audi. Все начинают возмущаться, как так не работает крипто сигнал. Я говорю, ребята, нечему тут работать, потому что инструмент зажат в range. Когда рынок стоит в range, работать можно только от границ канала. А у биткоина в этот раз границы канала были до такой степени размытые, что торговать их было просто невозможно. Но рекомендации давались, потому что мы даем рекомендации на отдельные инструменты. Не на сам биткоин, а на отдельный инструмент. Потому что инструмент нужно торговать отдельно от рынка я всегда торгую инструменты которые не привязаны к рынку я не люблю торговать инструмент который идет в параллели вместе с просто не люблю поэтому мы даем рекомендации когда инструмент нарисовал какую-то картинку фаворитную в ту или другую сторону там либо в ланге либо в шарты и также было на российском рынке четыре недели назад на российском рынке почти ничего не было например рынок форекс сейчас практически наверно месяца полтора уже стоит и работают такие будем говорить так какие-то несколько инструментов которые притом выстреливают в обратные стороны люди думают что это что-то не срабатывает нет это просто если ночная конъюнктура учитывать всю рыночную конъюнктуру вот даже учитывая я в 23 года в трейдинге я с ноября 98 года в трейдинге учитывая даже рыночную конъюнктуру которую пришел я я понимаю на сегодняшний день что что-то может не сработать проблема людей заключается в том что они думают что нужно торговать каждый день езди когда лучше торговать не на пример если ты видишь что там что-то случилось резко с доллар индекс и все валютные пары которые относительно доллар индекс идут открываются начинает идти ты понимаешь ты сделать ничего не можешь но если в инструменте начинается независимое движение независимо от доллара индекса например японская иена там относительно доллара идет в одну сторону евро скаженно доллара идет другую сторону или меньше или больше вот такие вот инструменты и моменты торговать обязательно нужно основная задача основная задача заключается в том что нужно делать когда нужно делать и не делать когда делать не нужно. Это самое тяжелое. Основная проблема, которая возникает у людей, это то, что люди элементарно не могут подружиться со своей головой. Представляешь, например, вот как делать домашнее задание. Ты берешь листик бумажки, ты на листике бумажки все записываешь. Ты все записал, все хорошо. Потом ты берешь этот листик бумажки и делаешь абсолютно наоборот или не делаешь вообще. И ты человеку говоришь, вот же у тебя на бумаге было написано там шорт такой-то, такой-то позиции. Почему ты пошел в лом? Вот я увидел там для того, чтобы уйти от человеческого фактора, для того, чтобы по-простому у человека не было никаких эмоциональных движений во время торгов. Для этого делается бумажка, делается домашнее задание для того, чтобы отторговать то, что ты себе заранее прописал. Ты не должен думать, что может произойти или что, скорее всего, произойдет. Ты должен смотреть, почему это работает, а то не работает. Вот это основная проблема, которая, по сути дела, присуща большому количеству трейдеров. И в какой-то момент у нас тоже в фирме начались проблемы, такие же, как были в книге «Путь черепашек». Потому что люди подумали, что они там схватили быка за рога. У нас был один парень, который там несколько лет подряд зарабатывал, там не платил в налоговую, потом за один год потерял деньги и там с каких-то колоссальных плюсов там заработал он, я не помню, сколько денег, там 5 миллионов долларов. Он остался должен 4 миллиона. Вот это и есть основная проблема, потому что люди ментально не готовы. Человек пытается огромное количество знаний получить теоретически. Это, 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 это. Но когда он садится торговать, это какая-то вообще сплошная большая эмоция, с которой он элементарно просто не может справиться. Все. И ты ничего в этой ситуации абсолютно сделать не можешь, потому что это бесконтрольная ситуация. Знаете, я привел несколько реальных примеров. Представляешь, наши зрители сидят слушать и говорят, вот если бы я был там в плюте в плюсе 70 тысяч долларов, я бы обязательно забрал. У нас на картеле, по-моему, в 2017 году, когда был картель в Москве, мы с Иваном были, выступали и пришел один из моих студентов. И он рассказывал нам очень интересную историю, когда он начал торговать, из 10 тысяч долларов сделан миллион. Эта история есть в интернете. С 10 тысяч долларов этот человек сделал миллион, а потом за 4 часа благополучно все потерял. Миллион. Поэтому, когда люди думают, что они не будут это делать, они будут это делать, может немножко в другой интерпретации, но делать они это будут. Того человек за 4 часа потерял почти миллион долларов. Это не единичный случай. Поэтому перед тем, как кто-то садится торговать, люди должны элементарно понимать, что они хотят. Я правильно понимаю? Просто вот еще раз, подводя такой итог того, что вы сказали, то есть домашняя работа это логическая карта того, что будет происходить на следующий день. Дорожная карта. Дорожная карта. Например, если евро дойдет до такой-то цифры на маленьких барах, я покупаю, потому что я до этого сделал домашку, я увидел, что есть запас хода, есть определенное расстояние, все. Все. То есть тут не может быть никакой эмоции, потому что это чистая логика, это какой-то будущее. Исполнитель. Да. Ты как садишься за машину и едешь по этой карте. 95% людей даже не могут элементарно исполнить то, что им сказали. Они просто плохие исполнители. Не могут исполнить эту карту или не могут написать? Да. Нет, написать-то могут. Написать это теоретическое составляющее. Есть вещи, которым можно научиться, есть вещи, которым научиться нельзя. Научиться писать сценарий, научиться правильно понимать рынок, научиться правильно считать графики. Можно. Понять, почему ты не сделал, невозможно. Ну, я понимаю, например... Они не могут тебе объяснить, я тебе гарантирую, если ты спросишь и скажешь. Почему? Ты же вот себе все написал, вот же тебе все было дано, вот у тебя все есть. Почему? Все как в тумане. Да, что-то случилось и все как в тумане. Когда человек садится торговать, он должен быть просто хорошим исполнителем. Все. Если кто-то нам сегодня задаст вопрос, как быть вот этим идеальным трейдером, надо просто быть хорошим исполнителем. Самого себя? Да. И у многих людей еще есть проблема. Они считают, что не могут донести деньги. Ну ничего страшного, я 1000 долларов потерял, я донесу еще 500. А потом еще 300. Ну вот сейчас 500, там и 1000, и все. То есть, когда человек понимает, что у него есть где-то в заначке, он абсолютно безразлично торгует. А когда у людей нет денег, они делают другую глупость. Какую? Космические плечи. Люди не понимают одну вещь. Например, чтобы потерять 100% депозита, ну нужно зайти с сотым плечом и 1% потерять на инструменте. И 100% депозита у тебя нет. Вот это основная проблема людей. Потому что руки не дружат с головой. Это безграмотность? Нет, конечно нет. Наоборот. Это грамотность? Это безлайберность. Безлайберность. Да. Ну тогда это не грамотность, не безграмотность. Это не понимание процессов тогда. Ну как бы если... Очень многие понимают очень хорошо процессы, но просто очень плохие исполнители. Человеку всегда кажется, смотри, рынок открылся, инструмент начинает идти. Человек думает, все, я сейчас не успею, начинает его догонять. Хотя надо было остановиться. Надо было просто вообще не заходить. Ну вообще даже не заходить. Да. Почему? Потому что у тебя на бумажке написано, там евро при пробое 1.22. Не заходи. Например, вчера евро далеко закрылся от уровня. Я прекрасно понимаю, что если я дам этот сигнал и евро пойдет, то люди все равно потеряют деньги по одной простой причине. Потому что евро пройдет больше пол-АТАРа до этого уровня. Естественно, у людей шансов заработать не остается. Да, я могу сказать, посмотрите, он пошел в нашу сторону. Но точки входа там не было. Поэтому люди себя очень часто придумывают. А нужно все предельно просто. Ты приобрел определенный багаж теоретических знаний. Ты взял все себе, расписал на бумажке. Просто тупо зашел. Все. И пошел в твою сторону. Ты вышел. Вот у меня сегодня был созвон со студенткой, которая у меня на годовой программе. Притом женщине за 50 лет. Он до такой степени дисциплинированная. И когда у нее не получалось, она была на годовой программе, я ей сказал, Оль, ты не переживай, потому что ты все правильно делаешь. Только вопрос времени. То есть тебе надо потихонечку подкрутить определенные вещи, которые у тебя не получают. Все будет нормально. Ну вот в этот раз она пришла, говорит, Александр Михайлович, там я первый раз там за 6 тысяч долларов заработала. Там это 6 процентов депозиту. То есть мы нашли то, что у нее получается очень хорошо и смогли экстраполировать это в деньги. Она говорит, вы представляете, ну у нее супруг хорошо зарабатывает. Она говорит, я никогда в жизни больше 1300 долларов не зарабатывал. А то ты заработала 6000 долларов. Но вопрос говорит не в том, что я говорю, Оль, тут вопрос не денежной массы, сколько ты заработал, а вопрос в том, что ты поняла, что ты что-то сделала правильно и за это получила вознаграждение. Одна основная проблема людей, они хотят много и сразу. Вот это очень большая проблема, которую очень тяжело исправить. Я вам скажу честно, огромное количество психологов, к нам приходили в Москве, там на семинары, огромное количество психологов приходили и пытались что-то помочь. Я давал даже нескольких людей, говорил, вот возьмите их. Это люди были, которые хотели в тренинге состояться, но у которых были психологические проблемы. Что сделать не смогли? Не сработало. И на человеческое подсознание, оно гораздо сильнее, с ним гораздо тяжелее работать, чем с каким-то функционалом. Ну да. Так наследие расскажу смешную парадоксальную историю. Вот давай скажем так. Назови несколько профессий, где там, например, неправильное движение образно может повести, повлечь за собой смерть. Летальный исход. Самое простое, что? Какой-нибудь там, Змеилов, самолет, самолет. Ну, Змеилов, ты какой-то вообще изощренный вообще. Я извращенный, да. Я искал изощренный. А я извращенный. Ну, представь себе летчик, представь себе сапер. Вот у меня есть один студент, Сергей. Человек, пилот лицензии пилота. Два своих самолетов в Москве. Ну, небольшие, неважно. Вот он говорит, я понимаю, когда я лечу на самолете, я понимаю, что я не имею права нарушать правила. Просто не имею. Я не могу там резко джойстик, вправо-влево, вверх-вниз и все остальное. Я понимаю там или я не выйду там из штопора или еще что-то. Но когда я сажусь торговать, вот эта вторая половина, которая отвечает за безопасность, она мне говорит, Серег, что ты переживаешь? Это же виртуальная игра. Что-то давай, ничего страшного. Что держат, докинем, да. Ну, ничего страшного. Даже не мотор, не остановится и все. И был у меня один студент, который был хирург. Я ему объясняю, говорю, тоже Сергей. Я говорю, Сереж, ну подумай сам. Ну, ты же не можешь человеку там резать аппендицит, там не с правой стороны, а слева или залазить еще как-то. Ну, есть же определенная вещь. Он говорит, шеф, я говорит, все головой понимаю. Все. Сажусь торговать, руки делать другое. Поэтому я смотрел выступления предыдущих ребят, все с таким восхищением смотрят. Знаю, что Саша на хорошее выступление было, Витя на хорошее выступление, Сережа на выступление, следующее будет хорошее. Но это подход. Это твой подход к твоему бизнесу. Технологи. Это бизнес. К нему надо относиться реально как к бизнесу. Почему? Потому что ты вкладываешь деньги для того, чтобы что-то получить. Здесь нет чуда. Ты должен сделать определенную работу, которая в конечном итоге даст тебе деньги. Но ничего страшного, чтобы ошибиться в этом нету. Самое главное, чтобы твоя ошибка была коэкулирована. Все бывает. Когда мне спрашивают, как избежать гепа, я говорю, гепа избежать невозможно. Я тоже попадаю в гепы. Но для того, чтобы гепом избежать, нужно, например, держать 20-30 акций одновременно. Тогда одна акция по-простому не сожрет вашу прибыль. У тебя одна акция есть, особенно, не дай бог, если это фармацевтика. Я вообще в начале, когда люди только начинают торговать, я им там рассказываю, какую фармацевтику можно торговать. Есть фармацевтика определенная, которую можно торговать. Это только там акция, которая очень сильно упала, очень сильно упала, которая упала несколько раз, потому что, скорее всего, например, они не прошли там третью стадию получения разрешения от Мездрава здравоохранения, просто не получили. Вот это те вещи, которые торговать можно. А некоторые люди берут БайТек там по 5 долларов какой-то в надежде то, что он будет 30. У него точно такой же шанс быть доллар или 50 центов. И 50 центов, если она пойдет, потому что она не получила разрешение, она может три года стоять по 50 центов. И вы застрянете и будете в ней сидеть. Поэтому здесь просто надо себе строить систему. Пускай неправильную в начале, стопы какие-то подкручивать, направление движения, но как минимум, как минимум, это будет что-то, с чем можно работать. То есть еще раз, сначала алгоритмы, которые выстраиваются, потом идет система, которая и она все время настраивается. Алгоритм просто плавно перетекает, вернее система перетекает плавно из алгоритма. Это набор каких-то правил, которые вы постоянно подкручиваете. Например, рынок стал более волатильным, вы подкрутили стоп. В алгоритм ты не можешь это все вписать, потому что это очень много. Алгоритм не должен быть большой, а в системе должно быть все прописано. Как вы пришли к уровням? Ну мы просто стали замечать, первая вообще наша стратегия была, мы цеплялись к шортовым продавцам. То есть когда я пришел в индустрию, были так называемые аптеки даунтик. Шорт можно было только делать на аптеке. То есть мы находили большого продавца, тогда работала книга специалиста. Мы находили большого продавца, который, например, шел с большими продажами. Мы его находили и цеплялись к нему. Потом мы стали видеть, что вот эти определенные развороты происходят на каких-то репорных точках. Уровни поддержки сопротивления были придуманы не мной. Я никогда заслугу себе эту не брал. Еще далеко в 80-х Линда Рашки описывала определенные вещи. Я смог объяснить, почему и как они работают. Например, в классическом техническом анализе, уровень поддержки и уровень сопротивления. Но формализовать, что есть определенные репорные точки, до меня никто не смог. То есть они есть в интернете, да. Потому что даже когда я вот брал интервью Джека Швагера, да, у него там супер популярная книга. Перед тем, как он давал интервью, он посмотрел кто ее и сказал, да, у тебя какой-то, ну, что-то свое уникальное есть, того, чего я не видел. Да, то есть я видел простые вещи элементарные, там, излом тренда. Я, например, определенные вещи показал, что есть уровень по паранормальному бару, уровень, там, образованный баром ложного пробоя, там, лимитный игрок. У меня 9 разновидностей уровень, которых я могу объяснить. Например, я могу объяснить, почему излом тренда, почему уровень, который встречался раньше, что такое ближний ретест, да. То есть этих вещей, они формализованы не были. Кстати, на самом деле, сейчас моя книжка будет единственной книжкой русскоязычного автора финансовой индустрии, которая будет издана в английском языке. Да, и продавается на Амазоне. Да, это вот сейчас она уже переводится, и то есть ее по-простому заметили, сказали, что книга для новичков идеально подходит, потому что она объясняет. Там просто вот элементарные вещи, которые тебе берут за руку и говорят, что такое лимитный игрок, что такое зеркальный уровень, как он устроен, почему он работает. Не просто вот здесь надо сделать так, а здесь надо сделать так. То есть это просто элементарный такой обучающий материал, потому что я всегда понимаю, что нету большого количества людей, которые могут, например, приехать на семинар, которые могут заплатить там за курс, да. Есть определенное количество людей, которые только начинают какие-то шаги делать или пробуют. Вот для них и для многих других была написана эта книга, чтобы люди, у которых, которые не обладают большой денежной финансовой массой, могли бы прийти в трейдинг и попробовать. Потому что вот я смотрю сейчас, что происходит с Робин Гудом. Это абсолютно необразованные люди, это просто какая-то необразованная толпа, потому что вот недавно начались огромное количество судебных исков. Значит, был парень, один испанец, который там работал пол своей жизни, который зашел на Робин Гуд, увидел новости по GameStop, зашел, потерял все деньги, еще остался должен. Когда инструмент открывается с гепами, тебя не хватает, они же все с маржой работают. И все, он начал судить брокерскую компанию. И поверь мне, суд будет на его стороне, потому что ему же не объяснили, как бы, что риски есть. Человек должен сам понимать, что есть риски. Ему не надо объяснять, что вот ты это сделаешь и ты потеряешь деньги. Ты должен понимать, что это любое неправильное движение, ну ты должен понимать, даже нельзя, естественно, трейдинг сравнивать с казино. Ты должен представить себе одну вещь, что ты пришел и поставил на красное вместо черного, выпало черное, все, ты проиграл. Ты должен понять, что есть математическое преимущество, есть математическое ожидание, есть статистика, есть определенные вещи. Вот у нас, у меня есть один студент, как раз в Киеве живет Андрей. Он торговал фьючерсы и очень хорошо торговал, полгода идеально шел, и в какой-то момент у Андрея просто появилось там 7 или 8 подряд убыточных сделок. Он мне звонит, шеф, что делать, а он на годовой программе. Я говорю, ничего. У тебя в стратегии предусмотрены это? Это нормально? Сколько у тебя просадка? Столько-то столько. А как ты хочешь без просадки работать? У тебя статистика какая? Он говорит, там, 48 процентов положительных сделок. Говорю, не переживай, это один месяц. Самое интересное, что он закрыл тот месяц все равно, это был март месяц, он закрыл его в плюс. По одной простой причине, когда ты делаешь достаточное количество сделок, и у тебя начинает работать твоя статистика, все, что ты должен делать, это просто работать со статистикой. Все. Ты должен понимать одну вещь. Я ни на что не смотрю, я смотрю сугубо на цифры. Вот я ни на что не смотрю. Вот мы сейчас заканчиваем разработку нашего робота, искусственный интеллект, и все, что я туда смотрю, я смотрю только цифры. Мне все это безразлично. Как он работает, что он делает. Я смотрю, он вырабатывает там, например, 60 процентов, я образно говорю, 60 процентов положительных сделок, и риск прибыли минимального соотношения 3 к 1. И я понимаю, что может быть череда убыточных сделок, у меня заложена просадка, у меня все есть, и я не буду переживать. Вот это называется система. Статистика – это часть системы. Мы, например, начали смотреть, вот парадокс, хочешь смейся, хочешь нет, 6 месяцев подряд, вторник, убыточный день. Расскажу тебе интересную историю. Просто люди в это не верят. Отчет учились у меня когда-то, много лет назад, пара из Киева, сори, из Питера. Кристина и Николай. Отчет учились, девочка была очень умная, она сидела лучше даже, чем Коля был. Коля пошел заниматься бизнесом, она стала заниматься тренингом. И там прошло, наверное, 2 года, приезжают они на повторный семинар в Москву, и она говорит, Александр Михайлович, когда вы нам рассказывали про статистику, мы смеялись. Он говорит, у меня есть 52 недель, 49 лет убыточные. Есть вещи, которые невозможно объяснить, почему. То ли она вырубается к среде, то есть устает очень сильно, то ли что-то еще, я не знаю, я не могу ответить. Если ты видишь, что у тебя 70 процентов времени, например, этот инструмент тебе дает убыток, или эти убыточные дни у тебя. Вот мы с Андреем посмотрели, у него полгода подряд были убыточные вторники. Я ему говорю, а хули ты во вторник торгуешь? Ну вот же у тебя, ну что ты идешь? Это как три раза на одном красном светофоре попасть на этот вот, на камеру. Вот ты попал на камеру, вот ты же уже понимаешь, ну ты три раза стрельнул в одно место. Ретроградный Меркурий. Это разум. Но здесь, в данном случае, ретроградный Меркурий по средам. Когда у нас, опять-таки же, вот есть такое понимание, что люди, которые нас смотрят, где им добывать эту информацию, где им строить алгоритмы, как им строить систему? Во-первых, в Герчкинко есть конструктор алгоритмов. Во-вторых, у нас на всех каналах и Картель Маркет, и Герчки, и Герчкинко, у нас есть три ютуб-канала, у нас куча видео. И как алгоритмы строить, и как писать алгоритмы, и как писать сценарии. И у меня там бесплатный телеграмм в канал, в котором там скидываются постоянные. Все есть. Давай скажем так, если вот мы сейчас людям, которые нас смотрят, зададим вопрос, или они страдают от недостатка информации, я думаю, что нет. Они страдают от того, что они по-простому не могут элементарно совладать со своими эмоциями. Вот это основная проблема, которая, по сути дела, и преследует огромное количество трейдеров. Поэтому люди теряют деньги. Мы сегодня как раз поговорили о том, вот это наболевший вопрос. Не просто состояние экономики. Да насрать на состояние экономики. Кто мы такие, чтобы, например, понимать в экономических процессах. Вот недавно вышли цифры по американской инфляции. И там был не учтен очень важный параметр, это хаузинг. Все, что связано с домами. Если взять хаузинг, который, по сути дела, 30 процентов перегрелся, за год больше чем 30 процентов хаузинг поднялся, то натуральная инфляция будет порядка девяти с половиной процентов. Ну нормальный человек должен понимать, что такое инфляция. Это если раньше ты ходил в магазин и на 100 долларов покупал два пакета, то сейчас ты покупаешь полтора или один. Вот тебе натуральная инфляция. Если сырки стоили там 10 гривен, а сегодня они стоят 14 гривен. Вот это инфляция. Что говорить, если цены в мире на продукты поднялись на 40 процентов? Какая инфляция в 3 процента может существовать? Никакой. Это абсурд. Это просто абсурд. Могут в эфир экономисты писать, могут писать все, кто хотят. Но при 40 процентном увеличении на продукты, а два самых больших расходов в семье. Это продукты и жилье. Одежду сегодня можно купить любую. За 5 долларов можно купить футболку, за 3 доллара можно купить футболку, за 10 долларов можно купить джинсы. Это разово. Ты купил их, можешь носить. А кушать тебе надо всегда. Молоко, хлеб, обыкновенный продукт. Средние продукты в мире, в мире, это мировая цифра, поднялись почти на 40 процентов. И транспорт сюда можно еще отнести. Все, естественно. Нефть была 27 долларов, 70. Почти два с половиной раза. Это и все остальное. Хаузенмаркет, легкие деньги одалживались и все остальное. Плюс люди получили вот эти, особенно в Америке, бесплатные деньги. Это все, естественно, провоцировало. Можно миллион раз обсуждать по поводу того, что Америка печатает деньги. Америка может печатать деньги сколько она хочет. 85 процентов мирового товарооборота – это американский доллар. Все. Америка может печатать сколько денег она хочет и распространять в любом количестве по всему миру. Пока в мире ходит американский доллар, американцы могут делать все, что они хотят. Что они, собственно говоря, и делают. Мы сейчас плавно переходим к вопросу и ответу, потому что накопилось уже их достаточно. Дорогие друзья, с нами Александр Михайлович Герчик. И ваши вопросы наконец-то сейчас получат ответ нашего главного спикера сегодняшнего дня. Поэтому первый вопрос. Александр Михайлович, что за робот, про который вы говорите? Мы много лет с моим партнером создавали робот искусственный интеллект. Как такового искусственного интеллекта пока что не существует. Мы не исключение. Это называется вектор искусственного интеллекта. Что такое вектор искусственного интеллекта, где, по сути дела, робот принимает полностью все решение сам, основываясь на каких-то определенных базовых вещах. И вот это называется. То есть он интеллект, потому что он принимает все сам. Чем, в принципе, наш робот отличается от большого, практически от всех роботов? Мы не используем паттерны. То есть у нас нет каких-то картинок. Мы не используем паттерны. Мы не используем стандартные картинки. Это чисто логика и математика. И физика. То есть у нас есть там, никто не отменял закон инерции. То есть когда инструмент очень сильно двигается, он там срывает стопы. И мы анализируем где-то порядка 180 тысяч параметров. Предупреждаю сразу, чтобы вопросов не было. Этот робот не на продаже, он не продается. Единственное, что мы будем, скорее всего, делать, это в будущем посмотрим. Пока на свои деньги. А в будущем это управление активами. Но пока мы будем работать на своих деньгах. Я правильно услышал? 180 тысяч параметров анализируют в моменте, в секунду получается. Хорошо. Так, идем дальше. Смотрите ли вы фундамент перед домашкой? Нет. Почему? Ну, потому что новости обычно не заложены в цене. И есть определенные сектора, которые вообще абсолютно не подвержены новостям. Вот, например, как я уже сказал, я дал Фискер. Если посмотреть на фундаментал Фискера, то у него просто ноль фундаментала. То есть это компания, которая вообще никакого фундаментала не имеет. Это компания, которая стала делать автомобили. Главный инженер Теслы – это хозяин Фискера. И я смотрю только график. Я чисто технический трейдер. Я, если я делаю очень большую позицию, то я только смотрю, когда в компании будет квартальный отчет. Если квартальные отчеты близко, то я, скорее всего, не буду заходить. Потому что чем ближе мы подходим к квартальным отчетам, тем больше спекулятивных составляющих начинается. Круто. Идем дальше. Вы говорили про риск-систему вашей компании. Она работает? Конечно. Да, в Герчкин-Коре реализован риск-менеджер на МТ-4 и МТ-5 с огромным количествам параметров. И количество сделок, и количество убытков, и процентов риска. Там огромное количество параметров. Все, что тебе надо – это риск на день или риск на сделку. Все. Не надо суперумным быть. Не надо суперумным. Людям даже 20 параметров. Они будут 20 параметров настраивать должно быть риск на сделку риск на день процент риск на депозит все больше ничего больше ничего супер не хотите повторить опыт тульского офиса в киеве не хочу ни в киеве не в москве нигде супер хорошо спрашивает что за книга будет переведена на английскую я и называется на покупай продавай зарабатывай курс активного трейдера супер вы против паттернов они не работают нет не совсем так это не совсем корректно я не против паттернов я против паттерна в чистом виде почему например человек открывает книжку есть паттерн ложного пробоя для того чтобы паттерн ложного пробоя отработал к нему нужно определенное n-ое количество вещей которые подходят к нему я не против паттернов я против паттерна в чистом виде например люди пришли и взяли какую-то сучную модель обряд молот да или там висельник и они начинают горит так вот книжки написано там висельник это тоже самое но в книжке же не описаны все подобные конъюнктуры которые присутствуют на рынке естественно это не будет работать вот если я тебе на словах скажу вот смотри ты выехал на лед да вот тут если тебя заносит вправо ты поворачиваешь влево если заносит влево ты поворачиваешь право если тебя несет ты-то плавно нажимаешь на тормоз нажимаешь на ручной переключаешь скоростью но ты же когда сядешь за руль и первый раз попадешь на налет первое что ты будешь делать твой подсознание будете спасать не будешь физически вспоминать это невозможно в период опасности достать очень быстро там из подсознания своего вот эту составляющую так я сейчас это сделать а тут думаешь ёпара ст надо вот это вот быстрее соображать иначе меня унесет только похлеще поэтому чистом виде паттерны не работают также какие не работают индикаторы пробовали ли вы средний срок торговать и почему именно дэй трейдинг нет это я рискал дэй трейдинг давайте вам просто включу вот просто одну акцию элементарную вот у нас есть акция fisker если видно да мне видно а им видно да видно видно всем видно да вот это была дана рекомендация акции fisker она у меня есть я сейчас вернусь домой я обязательно покажу прям саму сделку под по цене а я купил fisker по 1305 а вот здесь вот при первом пробою как раз здесь был первый уровень 13 очень сильный выше 13 я покупал то есть что у нас произошло у нас произошло то что fisker очень сильно упал и самое интересное что я по всем электрическим автомобилям делал обзор и fisker был и никола nkla и nio я по сути дела давал рекомендацию по всем этим бумагам но я здесь руководствовался чисто техника потому что здесь нету фундаментала абсолютно никакого фундаментала нет вот как раз был очень сильный уровень после этого мы откатились и пошли в район где-то там 1305 я покупал и я по сегодняшний момент сижу эта рекомендация до 100 процент что я знаю о fisker о fisker я знаю абсолютно ровным счетом ничего это убыточная компания которая планирует там выпустить приблизительно 150 тысяч автомобилей а тесла планирует в этом году сделать там выпустить миллионов того и они единственно чем fisker мне нравится там по отношению к другим автомобилям они смогли за 37 тысяч долларов сделать хороший электрический кроссовер и это не китайская компания у них неплохое финансирование они неплохая компания и я понимал что рано или поздно просто начнет идти вверх но опять же если бы не было если бы не было техники не было бы уровня я бы в нее никогда не полез идем дальше следующий вопрос александр михайлович сколько в среднем по вашему опыту составляет период от начала обучения человека трейдинга до того когда он начнет стабильно выходить плюс есть супер умные за четыре месяца у меня за этот год было три студента которые через четыре месяца нестабильно начали выходить на плюс и которые вот год час у них закончился они все трое вот как шли после четырех месяцев все трое плюс при том один из парней у нас недавно был интервью как раз там два андрея есть они больше чем у 4 утро или депозиты свой вы говорили что парень заработал 70 тысяч долларов вот просто за эти четыре месяца год в год до за год за год но через четыре месяца они стали уже были по положительным и в тульском офисе рекорд у меня был по моему три месяца но тут немножко другой я не хочу чтобы люди облачались потому что мы говорим о людях которые были на персональном наставничестве где я могу сразу указать на косяки которые у них есть конечно самообучение она дольше более длительное да но я обычно в таких ситуациях говорю о том что тренер это как чем отличается олимпийский чемпион от просто чемпиона у него есть олимпийский чемпион то есть человек который сможет провести его по всем тем не факт ну не факт но если мы говорим об одном олимпийских чемпионов были тренеры которые не были олимпийскими чемпион например у агаси свое время был тренер брэд гилберт который написал книгу него очень хороших книгах называется выигрывая уродлива и у него у никогда не был 1 ракетка мира но выиграл всех первых ракеток мира это был самый психологически стабильный игрок например он пытался он мог дестабилизировать любого игрока он потом стал тренером агаси когда он вначале играл с агаси знаешь что он делал на трибуне сидела жена агаси он сидел и пристально на нее по несколько минут смотреть выбивала он да потом начинал шнурки завязывать почему потому что у спортсменов есть такое понятие идет игра да вот игра у тебя начинает идти и ты все ты все шары или все мячи берешь вот как яблентон играет и начинаешь там все воланы брать у тебя все идет где все идеально идет и в какой-то момент те просто начинает ломать игру воланчик не тот и ракетка поломалась там тут поле вышел аут я никогда не забуду я очень люблю любил как теннисиста марата сафина я никогда не забуду он играл по моему то ли юис open то ли сенсинате open в общем он играет он идет очень хорошо там первый сет он выиграл второй сет он выиграл и в третьем сайте он немножко проигрывал и в общем там один мяч тогда не было вот этих или электричество электронных табло как сейчас где видно что мяч там в ауте и оспаривать нельзя было судья сказал аута там реально был in реально сделали повтор а судья сказал аут но проиграл весь матч после этого его карьера просто полетел один мяч сафин был шикарным теннисистом но очень нестабильным психологически очень если а брэд гилберт наоборот супер психологически сильные а его выиграл абсолютно всех вот на сегодняшний день вот если посмотреть игроков вот фдрр да и надаль ну надаль немножко более нервно на фдрр очень ровный игрок очень не кричит не ругается никогда все он выходит на аккорд поиграть хорошую игру это как в трейдинге ровных спокойно ты пришел делать свою работу плохой день все открылось гепом ты стал и ушел все бывает такое что просто ну не твой день надо понимать идем дальше александр михалыч расскажите про первый час каким считать первый час для азии я поняли китай какой для европы первый час лондона или другой какой для америке нью-йорк или чикаго но если это американский рынок это естественно первый час найс я первый час по азии это китай однозначно лондон обычно это если это дарки депозитарные расписки если депозитарной расписки то в Лондоне первый час очень важен. Ну, то есть вы просто смотрите элементарно у своего брокера, когда начинают подниматься объемы. Это и есть именно та сессия, когда рынок начинает ходить. Только вот когда нет объемов, нет объемов, потом пошли первые объемы самые большие, это как раз и будет уровнем первого часа. Просто почему задали этот вопрос? Потому что уровень первого часа, high-low первого часа, является самыми сильными уровнями, потому что в них проходят паранормальные, абнормальные объемы. Еще два вопроса. На бумаге торгуют прекрасно, в реальности не очень. Почему? Человек знает свой ответ. Эмоция? Если человек на бумаге выполняет все правила и торгует хорошо, а в реале садится, значит он просто элементарно не соблюдает те эмоции, которые он на бумаге. Это элементарно просто фобия, страх. Больше ничего. Тут этот вопрос, мне кажется, чуть больше раскрыть надо, в плане того, что происходит. Все предельно просто. Человек понимает, когда нужно брать ответственность за деньги, он не готов ее брать. А совет только один. Это начинается с очень маленьких сумм. Все. И еще раз, вы строите алгоритм и построите систему. Хорошо. Последний вопрос. Александр Михайлович, какой был ваш исходный капитал, когда вы начали торговать на рынке? 400 долларов. 400 долларов, это ровно столько я принес чек в ноябре 1998 года. Сегодня вы уже знаете, что это совершенно другие суммы. И это все, еще раз подчеркиваю, система. Мне повезло в том, что я работал в так называемой проб-компании, где если ты хорошо торгуешь, компания выделяет капитал. То есть, если, например, взять сумму, которую я заработал, и взять цифру, которую я принес, и якобы мультиплицировать, это не совсем корректно. Потому что я изначально начал работать суммой 400 долларов, но мой босс добавлял мне деньги по мере того, как я зарабатывал. Я, по сути дела, все равно рисковал своими. Он бы никогда не дал, чтобы, например, я заработал там 1200, все, у меня чуть-чуть риск больше поднимали. В теории. Но, по сути дела, у меня просто было большое плечо. Но я понимал одну вещь, что если я улетал, я улетал навсегда. Не на свои. То есть, там не было возможности для даже одной ошибки? Мой папа всегда говорил одну вещь. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Это факт. Александр Михайлович, спасибо вам огромное. Мы сегодня просто попытались людям немножко у меня состояние такое сегодня больше поговорить, наверное, по душам, чем о каких-то голых цифрах. Поэтому мы сегодня поговорили о том, что реально более важно. Я надеюсь, что люди, которые нас слышат, они услышат. Потому что еще есть большое количество людей, у которых есть ядром отличника. И это очень большая проблема. То есть, есть люди, которые перфекционисты. Им практически невозможно в тренинге выжить. Потому что тренинг – это абсолютно не идеальный вид деятельности. Абсолютно не идеальный. Здесь все может пойти против тебя. Вот все может пойти против тебя. Абсолютно все. Но в то же самое время через это все можно прорваться, если действовать правильно по системе. Поэтому есть люди, которые вылезают. Да. И все. Самое интересное, мы сегодня как минимум людям рассказали, что надо делать или что делать не надо. Тому, кто надо, тот услышал. А тому, кто не надо, он все равно будет делать по-своему. Я тогда обращаюсь к людям, кто слушал нас. Если вы услышали то, что хотел сказать Александр Михайлович, обязательно напишите свой комментарий. И что было для вас ценным, что вас цепануло и что осталось вместе с вами. Потому что сегодняшняя беседа – это было по душам. И впервые мы имели возможность побеседовать действительно не онлайн, а вживую, искренне и честно. Мы всегда искренне разговариваем, всегда честно. Мы всегда есть какие-то возможности выйти за кадр. Да, потому что всегда люди все равно просят. Понимаешь, одно дело ты отвечаешь на вопрос, люди не видят. А люди должны реально элементарно просто прочувствовать. То есть поверь мне, горе, потерь прочувствовали все. Те, кто нас смотрят, они понимают, это под горе, его по-другому не назовешь. Понимаешь, когда ты убиваешь просто шанс. Да. Вот это самое страшное. Согласен. Александр Михайлович, ждем вас завтра. Вы будете с нами? Да, конечно, все как договорились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.